Молитва – это нечто очень живое. Молитва не бывает одинаковой, ну если это вот настоящая молитва. Молитва сейчас на этом месте, она уже, вот смотрите, прямо сейчас, ну я не хочу сейчас акцентировать, лучше бы кто-то вошел. Ну то есть, когда кто-то входит или выходит, молитва уже поменялась, потому что поменялся состав людей, поменялось количество вовлеченных людей. И вот этот состав, который здесь сейчас сидит, прямо сейчас, друзья, вот чтобы в осознанность сейчас этой молитвы прийти, он никогда не повторится. Никогда. В том же составе мы больше не соберемся на молитву. Вот прям вот этим составом и больше никого другого не будет, а все мы здесь будем. Поэтому каждая молитва – это нечто совершенно уникальное. Потому что это как букет, вот букеты цветов, которые собирают из разных цветов. И там разные такие вставочки, лепесточки, веточки, что-то там. И вот представьте себе, что мы сейчас этот букет, и, ну это уникальный букет, это букет ручной работы. Такого букета больше не будет. Да, он может быть похожим, но он никогда не повторится. И вот этот букет мы сейчас можем подарить нашему Господу вместе. И молитву можно вовлечься и молиться, а можно быть сторонним наблюдателем молитвы. Молитва может идти прямо здесь и сейчас, очень огненная. Но я могу в ней вообще не быть. Я могу в нее не войти. Первое, что нужно, это просто осознанное решение помолиться и согласиться, и войти в молитву. Потому что, если я этого решения не принимаю, я сейчас, о, ну, наконец-то мы там сейчас можем что-нибудь встали. Там, когда молитва идет, часто люди уходят в прославление и поклонение, например, вовлеченные переживания с Господом. Это неплохо, личные переживания с Господом. Но молитва, друзья, это как такой ядерный удар в царство врага. И когда церковь собирается вместе и молится вместе, это самая мощная сила на земле. И если, вот представьте, нас тут, ну, допустим, там 100 человек, образно говоря. Если мы, 20 человек сейчас будет молиться, а 80 человек будет кто-то переживать Господа, славить Его просто, в личные какие-то общения с Ним иметь, кто-то, ну, просто чем-то своим будет заниматься, кто-то будет размышлять о том, о чем я сейчас говорил, например, потому что, ну, это было интересно, и вас это коснулось, вы будете размышлять, например. Или вы будете думать, там, о завтрашнем дне, приходить сюда или ну его. Или еще что-то будет в вашей голове. Сейчас мы... Прежде молитвы должно быть согласие. Молитва начинается с единства. Знаете, самая большая ошибка молитвенных лидеров часто. Мы собрались вместе и погнали молиться. А у людей в голове, у кого пирожки, у кого котик хвост сломал, разные вещи. Кто-то пришел на молитву, потому что, ну, Господа хочет пережить. Кто-то пришел на молитву еще по какой-то причине. Но не все пришли на молитву, чтобы прямо сейчас согласиться в молитве за конкретную вещь. И вот ответственность молитвенного лидера сделать так, чтобы те люди, которые пришли сейчас на это место, они реально вошли в молитву и согласились молиться о том, о чем мы будем молиться. Это первое, что нужно сделать. Лучше помолиться две минуты в единстве, чем сорок минут в раздрае. Поэтому мы будем молиться скоро, все хорошо. Вот. И молитва триединой должна быть. Дух, душа и тело наши должны быть вовлечены в молитву. Дух, душа и тело. Душа каким образом? Наш разум, он не должен гулять и думать о своем. Он должен сфокусироваться на молитве, на предмете молитвы. Если он озвучен перед молитвой, мы говорим, мы сейчас будем молиться, например, за пробуждение в Саратове. Значит, сейчас мы будем молиться за пробуждение в Саратове. Не за какую-то хорошую вещь, не за прекращение абортов, не за спасение каких-то жизней. Конкретная цель. Потому что конкретика. Мы Бога просим в единстве о конкретном. В этом сила. Поэтому мозг не должен блуждать и думать в этот момент о своем. И вот он первый, ну один из первых предателей. Первый предатель плоть. Плоть надо убить. Поэтому молитва часто, вот с чего она начинается? Мы начинаем молиться. Мы начинаем молиться и как бы, ну, плоть говорит, там, слушай, что он в барабан стучит, раздражает. Или еще что-нибудь. Ну, то есть плоть начинает, там, о чем-то своем. Или, слушай, чешется что-то нога. Или в туалет приезжала, пойду, не пойму, в туалет сходить или помолиться. То есть она мешает вырваться. Она вот приземляет нас конкретно. Приземляет. Сильная молитва, она вышла из состояния приземления. Подожди пока. Сейчас мы в молитву пойдем, ты можешь его прям ломать почти. Ну, только не сломай, но... Ну, его сложно сломать, он очень крепкий. И, в общем, плоть должна умереть. И поэтому нужно, знаете, часто приложить усилия. Усилия в молитве. Почему вот молитва на языках может быть интенсивная, прежде чем мы... Это умирание такое для себя. Все, я вырываюсь из этих вот всего-всего-всего. И потом начинается основательная молитва. Мозг должен быть сосредоточен на предмете молитвы. Если он вдруг улетел куда-то, не нужно себя винить, нужно просто вернуться назад. Просто вернуться назад. Сразу. Просто вернулся назад и все. Тело. Наше тело – это тоже инструмент в молитве. И сегодня, опять же, там кто-то, знаете, ну, есть у нас флаги сегодня, да, там кто-то машет флагами. И кто-то может подумать, ну, люди просто тупо машут флагами. Делать им нечего, не знают, что делать. Вот им машут. Кто-то там танцует с тканями, да, кто-то еще что-то делает. И кому-то может показаться, ну, просто, ну, как бы вот, ему так прикольно. Но на самом деле Дух Святой, он действует очень по-разному. И вот в этом, то есть, если вы понаблюдаете за этими людьми, которые машут флагами, которые, ну, реально, от Господа ими машут, они там, они смотрят, какой флаг выбрать, какой сейчас флаг важно вот взять, что Дух Святой скажет, что он символизирует, какое в этом действие, даже, может быть, как им махать там, я не знаю. Ну, я в этом не глубоко, но я понимаю, что эти люди не просто так ими машут, уж точно. С тканями танцуют, как-то двигаются. И вот в молитве нужно отдать свое тело Богу. Я как-то помню, мы молились с одной сестрой, и я буквально, знаете, вот как будто бы, как архитектор, который берет и, ну, вот, расставляет какие-то вещи. Я просто молюсь, и у меня руки вот так вот берут что-то туда, 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 туда. И, ну, вот, если бы я перед вами сейчас стоял и молился, это же по-идиотски выглядит. То есть, что ты не можешь просто молиться, что ты делаешь? Ну, вот, ну, Дух Святой как-то вовлекает тело в молитву. И поэтому, вот, мы высвобождаем и тело, мы отпускаем его, мы его тоже вовлекаем. Лучше не молиться сидя, ну, когда мы будем молиться, потому что это тоже, ну, расслабляет. Иногда можно, конечно, особенно если, ну, как бы, понятно, там, мы долго молимся, и нам уже не 15 и не 36, все нормально. Но в целом, ну, положение стоя должно быть, и там уже можно начинать двигаться. Вы даже знаете, вот, всегда нужен спусковой механизм людям. И, возможно, вы никогда не запускали тело в молитве, если вы просто станете, это как с молитвой на иных языках. Никто же не выдергивает языки, начинает, не начинает им. Мы начинаем высвобождать поток, и Дух Святой его подхватывает. Например, молитва в Духе может быть не только на иных языках. Мы можем, мы как, мы начинаем молиться просто о том, что есть в голове. Но потом Дух Святой подхватывает это, и я уже не думаю, что я говорю. Дух Святой ведет. Так же и с телом. Я просто отдаю его Богу, я там могу как-то начать двигаться просто, и Дух Святой может его взять. Звук. И вот мы как-то с Натальей Ивановной были в одном месте благословенном, и там было определенное количество людей, и мы пережили что-то невероятное, когда каждый человек, который там был, он взял в свои руки какой-то музыкальный инструмент. Небольшой там, как кто-то трещоточку, кто-то там, ну вот просто. И каждый из нас извлекал какой-то звук в молитве. Вот какой-то звук. И это было, друзья, просто Царство Божие на этом месте. Потому что Дух Святой управлял этим процессом, и каждый извлекал звук, который просто был абсолютно в тему. И поэтому вот звук в молитве, он тоже очень важен. Поэтому молиться, конечно, можно молча. Но хорошо высвобождать звук. Это может быть молитва на иных языках, это может быть протяжный крик. И опять же, кто-то из вас может быть зажатым, чтобы высвободить крик протяжный, потому что, ну, не высвобождался я раньше крик протяжный. Я сейчас не вас обличаю, я про себя рассказываю. Я в своей церкви не мог месяц высвободить крик, который... Я думал, да сейчас просто уже, не знаю, сейчас взорвешься. Но потом я уже начал орать и не остановился пока. Хотя сегодня еще не орал почти, горло подсело. В общем, нужно расслабить себя в отношении того, чтобы не цепляться ни за что человеческое и высвободить себя в молитве, и соединиться. И в молитве есть поток. И в этот поток надо постараться войти всем. Молящийся с микрофоном высвобождает поток. И к этому потоку желательно присоединиться, постараться. Войти в этот поток. Войти можно в него по-разному. Опять же, через звук, через молитву на иных языках. У меня достаточно интенсивный поток, поэтому, ну, можно там попробовать в него войти. Можно выпадать, но можно пытаться все равно туда запрыгнуть. Ну, как-то в него войти. И вот, друзья, вот тогда вот такая молитва, одна такая молитва может поменять историю города и страны. Если мы, как тело, возьмем и помолимся. Сейчас мы это сделаем. Еще один момент, пока уж о молитве мы говорим, про прославление. Прославление всегда задает поток, который еще более сильный, как правило, чем голос молитвенника или звуки молитвенника. Звук, он очень серьезный. Дай мне, пожалуйста, вот этот маленький барабанчик. Вот сейчас где-то играет пианино, да? Ну, вот, ну, пропитка стоит. И, ну, чувствуете, какой это поток, хороший поток. Такой мягкий, нежный, любящий. И он задает, вот представьте, я сейчас под такую музыку начну там «Во имя Ишуа, пошел вон, сатана!» Там, ну, как-то, да, 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 да. Не состыковочка. И, допустим, я беру там вот этот барабан и... Очень разные потоки. Звук пропал. Ну, я к тому, что вот музыка, она всегда ведет вообще практически в молитве. Если молитва происходит с музыкой, музыка ведет. И если левиты участвуют в молитве, им важно постараться войти в тот поток, ну, если ведет именно молитву человек, который молитвенник. Потому что и молитвенник может войти в поток хвалы. Потому что помазанные прославленцы высвобождают помазанные потоки. И мы можем входить в эти потоки. Вот. Поэтому, если вы ведете молитву и вы молитесь с прославлением, очень важно наладить вот этот коннект. И чтобы было понимание у каждого из вас, что вы должны слиться в один поток. Классная пропитка была. Вот. Поэтому сейчас мы будем молиться. И мы выключим свет, чтобы он не смущал вас, если вы никогда не делали сальто в молитве. Может быть, сейчас вы это сделаете. В общем, высвободите себя в молитве. Просто высвободите себя сейчас в молитве. У нас есть время, чтобы помолиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok